В Самаре почти две трети дорог, которые отремонтировали в этом году, ведут к учреждениям сферы здравоохранения. Об этом сообщили в городской администрации. В 2024 году на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в городе привели в нормативное состояние 36 объектов УДС. На отремонтированных участках находится более 80 медучреждений. Ремонтные работы проводили преимущественно в ночное время. Полностью движение перекрывали только на участке улицы Чернореченской от Владимирской до Спортивной, где велось комплексное обновление. За неделю более 6 тысяч жителей региона посетили выставку Самара. Проект создали по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Гостей ждали мастер-классы, лекции, творческие встречи, викторины, работали игровые зоны. В рамках программы «Дни городского округа Самара» каждый мог попробовать себя в новом занятии. Архитектурный скетчинг, создание оконных наличников, репортажи, роспись фирменных тарелок. Также посетители узнали об успешных проектах в сфере ресторанного бизнеса, знакомились с выдающимися спортсменами. Над Самарой 16 ноября поднимется Суперлуна. В эту ночь спутник Земли будет казаться более ярким из-за того, что приблизится к нашей планете на рекордно близкое расстояние. Это явление еще называют «бобровой луной», так как в этот период грызуны начинают активно готовиться к зимовке. Особенно хорошо луну можно будет наблюдать с половины второго ночи по самарскому времени. Губернатор Вячеслав Федорещев и исполняющий обязанности главы города Иван Носков обратились к жителям по случаю Дня профсоюза в Самарской области. В этом году профсоюзному движению в губернии исполняется 119 лет. Правительство региона тесно взаимодействует с Федерацией профсоюзов Самарской области. Важнейшим направлением совместной работы является укрепление экономического потенциала региона, развитие инфраструктуры рынка труда, обеспечение стабильной занятости населения. В Самарской области установилась аномально теплая погода для ноября. По информации специалистов Гидромедцентра России, во второй декаде месяца средняя температура воздуха будет на 2,5 градуса выше нормы. Ночью ртутные столбики не покажут ниже минус 7 градусов, а днем температура поднимется до плюс 3. Осадки в течение недели возможны, но будут кратковременными и пройдут лишь местами. Банк России планирует ввести ограничения на выдачу ипотечных кредитов на срок более 30 лет. Согласно информации, опубликованной на сайте регулятора, организации стремятся увеличить срок кредитования, чтобы снизить размер ежемесячного платежа по ипотеке. Однако при таком длительном сроке у заемщика могут возникнуть трудности с погашением долга, которые банки не могут предвидеть. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok